дорогие друзья и вновь мы с вами а мы это канал популярная микробиология и татьяна савченко если вам нравится наш канал подписывайтесь на него ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео тема инфекция инфекционный процесс патогенность и вирулентность если вас заинтересовала эта тема вы уже знаете что формирование инфекционного процесса участвуют микроб возбудитель течение всей своей жизни высшие организмы в том числе и наш с вами организм контактируют с миром микроорганизмов однако инфекционный процесс способна вызвать лишь ничтожно малая часть представителей микробного мира планеты это одна тридцатитысячная часть именно столько микробов вызывают заболевания и у них есть отличительный признак это патогенность переходим к сути вопроса что же такое патогенность в учебнике микробиологии дано следующее определение патогенность это потенциальная способность определенного вида микроба вызывать инфекционный процесс патогенность передается из поколения в поколение то есть закреплена на генетическом уровне и является важным так называемым таксономическим понятием предположим возбудитель сибирской язвы это всегда патогенный микроб а сорцина это не болезнетворный микроб таким образом мы подошли классификации по патогенности по патогенности классификация петровской микробы бывают патогенная условно-патогенная и сопрофитная чем же характеризуется понятие патогенность патогенность зависит от составляющих факторов одним из которых является вирулентность вирулентность это степень патогенности и в отличие от патогенности это признак индивидуальный если проверить вирулентность 100 штаммов то окажется что одни из них более патогенная а другие менее патогенная как судят о вирулентности врачи-клиницисты они судят по тяжести и исходам того или иного инфекционного заболевания как судим мы о вирулентности микроба лаборанты врачи-микробиологи мы судим по минимальной летальной дозе по латыни это называется дозис леталис минима и одна минимальная смертельная доза это наименьшее количество микроба которая при определенном способе заражения экспериментального животного вызывает его гибель на практическом занятии проводится экспериментальное заражение белых мышей белых мышей заражают культурой золотистого стафилококка внутрибрюшинным способом и целью данной работы является определить вирулентность взятого в опыт стафилококка как правило белые мышки погибают от развития инфекции и на следующем занятии студенты вооружившись скальпелем в масках и перчатках проводят бактериологическое вскрытие трупов белых мышей при этом они отмечают изменения которые произошли во внутренних органах стафилококк обнаруживается как правило в кровеносном русле он также обнаруживается нередко в печени в легких селезенки и в астетической жидкости асцит для неведущих это та жидкость воспалительная жидкость которая скапливается в брюшной полости в ответ на введение патогенного возбудителя при таком массивном обнаружении стафилококка мы делаем заключение что это конечно же не локализованная а генерализованная инфекция и окончательным вердиктом будет диагноз стафилококковый сепсис и так вирулентность это признак индивидуальный его можно изменять если ученый гуманист то он снижает вирулентность микроба этим самым можно получить ценнейшее профилактическое средство вакцину живую вакцину снижение вирулентности носят название аттенуации именно методом аттенуации были получены вакцины против бешенства туберкулеза бруцеллеза сибирской язвы но можно поставить и обратную задачу сделать так чтобы патогенная бактерия вызывала инфекционное заболевание и обладала инфицирующей дозой мы подошли к следующему понятию биологическое оружие оно вне закона но это самый старый вид оружия массового поражения несмотря на многочисленные международные конвенции в прессе нет нет да появляются сообщения о новых разработках этого запрещенного оружия биологическое оружие подразумевает не только бактерии патогенные бактерии а также вирусы и токсины действие биологического оружия это уничтожение всего живого вирус или бактерии не будет разбирать где свой а где чужой и поэтому современная биологическая война это целый комплекс действий которые направлены на уничтожение экономики против в последнее время появились слухи даже о создании генетического оружия когда генно модифицированные микробы способны поражать людей определенной расы или национальности не напоминает ли это вам синтию благодарю за внимание будьте здоровы до следующих выпусков с вами был канал популярная микробиология